Всем привет! Недавно в группе я разместил пост о том, каким образом цыгане обманывают продавцов в магазине, а те в свою очередь успешно ведутся, либо наоборот дают отпор. Хотя первый вариант все-таки происходит чаще. Результатом того, что продавец поддается на подсознательное воздействие является, как многие называют, цыганский гипноз и, конечно же, невнимательность. Я поднимаю на нее глаза и, понимаете, как будто бы провалилась, когда я увидела, что у меня недостача. Я вам хочу сказать, что честно, у меня была такая паника. Посмотрев еще несколько видео на эту тематику, я увидел, что до сих пор не все могут дать отпор и защитить свое подсознание от такого воздействия. Поэтому я считаю, что тема актуальна. Ведь не только цыгане используют подобные техники. Сегодня в выпуске мы разберем самые популярные способы воздействия на подсознание человека с помощью цыганского гипноза и как защитить от него себя и своих близких. Так называемый цыганский гипноз – один из древнейших приемов психологического воздействия. По одной из версий берет начало в индийских практиках. Цыгане освоили эту методику еще в незапамятных временах. И с тех пор этот, так называемый, дар передается из поколения в поколение. Один из секретов успехов цыганского гипноза заключается в неперестанном говорении и перегрузке вашего мозга. Постоянный поток речи раздражает психику и не дает трезво оценить ситуацию. Те, с кем это случалось, могут подтвердить, что воля парализуется, а мыслительные процессы замедляются. Еще один секрет заключается в построении зомбирующих фраз. Цыганки используют нестандартные лексические формы, повторы. То есть слова следуют немного не в том порядке, как привыкло слышать наше ухо. Тем самым затрудняя мыслительные процессы. Чтобы создать атмосферу доверительного общения, цыганки переходят с клиентами на «ты». А чтобы расположить в себе, употребляют в общении уменьшительно ласкательные и нежные слова, такие как «лапочка», «дорогой», «дорогая» и так далее. Еще один способ, который употребляется в цыганском гипнозе – это разрыв шаблона. Суть процесса – быстрое создание непривычной и нелогичной ситуации для человека. Тут главное застать человека врасплох. Подойти к курящей жертве, достать сигарету изо рта, медленно затянуться и также медленно вернуть обратно. Или при неспешном разговоре взять человека за руку, быстро потянуть и так далее. Он не ожидает, что происходит. Таких вариантов очень много. Есть много способов и техник, которые описывают цыганский гипноз. Но один самый популярный и самый основной состоит в том, что необходимо создать перегрузку вашего сознания со всех сторон и по всем модальностям. Речь перегружает аудиальную систему, то есть слуховую. Движение жесты – визуальную. Касание к телу – кинестетическую. Зачастую не важно, что будет говорить человек. Важно, как он будет использовать все эти способы. Дуй сюда, дуй. Вот так. Фу, нечистый, дух нечистый. С одной на своих 500 рублей. Вот этой тратить можно, вот этой тратить не надо. Стоять иди вот так. Мельки, вот так. Не бойся. Так, Ваня. Уже пятихат доставит. Так. Ваня, забирай бабки уже. Не бойся, ничит. Потом Ваня скажет. Ну, все, все. А у тебя там бумажки сейчас будет, Вань. Там денег не будет, там будут бумажки. Вылетай, ничит. Когда я изучал материал для этой темы, многие источники описывают, как вести себя, когда вы поняли, что на вас воздействует и использует гипноз. В реальности же шанс того, что вы это определите, крайне низок. Вы, скорее всего, даже не поймете, что на вас как-то воздействует, особенно если это действует профессионал. Поэтому практически единственный шанс противостоять гипнозу или внушению, это принять меры на этапе формирования общения с человеком. Но не только с человеком, который покажется вам подозрительным. Потому что многие манипуляторы выглядят довольно доброжелательными и безобидными. Это их задача. Самое главное иметь в себе стержень и внутренние установки. Цыганки знают, кому подойти, а кому нет. Если вас пытаются остановить или как-то дотронуться, то ускорите шаг и во всех смыслах пытайтесь уйти от разговора. Если у вас по какой-то причине не удалось уйти и все-таки завязался разговор, то проявите сами активность. Перейдите на тест. Сдавайте вопросы личного характера. Подавайте их слова сомнению. Спрашивайте и говорите, что не услышали, что они сказали. Сделайте все то, что делали бы они. Не пытайтесь слушаться в их словах. Не смотрите им в глаза. Проявляйте вы активность. Не заставайте в одной позе, жестикулируйте, двигайтесь. Не воспринимайте никакую информацию всерьез от незнакомцев, какой бы она интригующей, ни была страшной, привлекательной. Научитесь быть недоверчивым. Научитесь говорить нет. Никогда не принимайте быстрых решений под давлением. Помните, что коллективное внушение гораздо эффективнее. Поэтому, если вы находитесь в так называемой обрабатываемой толпе, лучше вырваться любым способом. Но если речь идет о ребенке, как защитить его от манипуляторов? И такими техниками может пользоваться любое лицо, которое преследует преступные цели по отношению к ребенку, либо с помощью него. Когда изучал цыганский гипноз, наткнулся на сюжет, где цыганка с помощью воздействия на ребенка обокрала драгоценности родителей и забрала его деньги. Дети в силу своего возраста даже не поймут того, что их пытаются использовать. Воздействовать на их подсознание с помощью гипноза, какие используют техники и так далее. Поэтому старшее поколение должно брать на себя ответственность за безопасность ребенка. И я думаю, что будет актуально прорекламировать в этом выпуске по данной теме электронные часы для детей, которые обеспечат безопасность ребенку. Будь то это ваш брат или сестра, сын или дочь, племянник. Эти часы помогут вам следить за ребенком и быть спокойным, что с ним все хорошо. С помощью них можно слышать, чем занимается ребенок в тот или иной момент. Всего лишь позвонив на эти часы, покажи точное месторасположение ребенка. Есть система оповещения, если часы снимутся с руки. И самое главное, если ребенок почувствует опасность, то есть кнопка SOS, которая оповестит вас о том, что что-то не то. И много других функций, которые окажутся полезными. Советую данные часы приобрести на этом сайте. Продавец серьезно относится к своей идее и к своему товару, который он продает. Все ссылки находятся в описании. А на сегодня это все. Надеюсь, выпуск окажется для вас полезным. И в следующей ситуации, когда вы столкнетесь с воздействием на свое подсознание, вы будете знать, что делать. И убережете себя и своих близких от беды. Был ли у вас какой-либо опыт с цыганским гипнозом, с цыганями, может быть вас обворовывали или вас удалось противостоять ему, то пишите об этом в комментарии. А если вам понравился выпуск, то делитесь им с друзьями. Следите за нами в других социальных сетях, ссылки находятся в описании. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся!